Как правильно смонтировать фиброцементный сайдинг кедрал, каким инструментом это лучше делать и как мы изготавливаем оконный отлив в полевых условиях, поговорим сегодня в этом видеоролике. Если вам интересна тема загородного строительства, то подпишитесь на мой канал, потому что каждую неделю я рассказываю о том, что такое качественный загородный дом. Монтаж фиброцементного сайдинга начинается с установки вот такой вот алюминиевой сетки, она имеет размер 2,5х5, также еще в ассортименте есть шириной 10 см, но такая вентиляционная сетка нам здесь не нужна, нам как раз подходит именно, чтобы ширина была 5 см. Она Г-образная, то есть устанавливается вот таким вот образом, прикручивается просто обычными желтыми саморезами, она перекрывает вентилируемый зазор от грызунов, но доступ воздуха у нас все равно есть. Потом мы устанавливаем стартовую планку, она тоже алюминиевая, и соответственно с нее начинается монтаж фиброцементного сайдинга, она дает направление. После того, как мы установили стартовую планку и вентиляционную сетку, мы приступаем к монтажу сайдинга. Под окном у нас будет отдельный участок, который клиент захотел выделить серым цветом. Именно этот участок я и покажу, как правильно нужно монтировать. Замеряем этот участок, отмеряем его на доске. Прикладываем уголок, чтобы прочертить линию реза. И начинаем обрезать вот этот небольшой кусок. По дизайну самая первая панель у нас идет белого цвета, дальше идет панель более темная. Соответственно, то же самое мы и сделаем на том участке, на который хотим. Мы установили стартовую планку, отрезали первую панель белого цвета, и сейчас будем прикручивать ее саморезами. Отмеряем 2 сантиметра от края и закручиваем саморез. По высоте у нас от края до самореза должно быть расстояние 2 сантиметра. И здесь тоже самое нужно, чтобы от этого края также было расстояние 2 сантиметра минимум. После того, как мы закрутили саморезы, необходимо протереть панель специальной тряпкой. Дальше мы здесь отмеряем 3 сантиметра вниз. Это у нас будет уровень второй панели. То есть на эти 3 сантиметра мы будем делать нахлёст панели. Сделали нахлёст и прикручиваем то же самое, как и в первой панели. Прикручиваем саморезы, отступая 2 сантиметра. И так же протираем специальной тряпкой нашу панель, чтобы не было пыли. После того, как мы установили вторую панель, мы уже берём специальные наши кронштейны. И защёлкиваем их для того, чтобы нам удобно было устанавливать следующие панели. 3 сантиметра у нас в этих кронштейнах уже отмерено. Соответственно, когда мы опускаем панели, они у нас как раз перекрывают саморезы и опускаются на 3 сантиметра. И так же прикручиваем саморезами, отступая 2 сантиметра от края. Таким образом происходит монтаж фиброцементного сайдинга. После того, как мы смонтировали 3-4 панели, нам нужно взять уровень и проверить, что панели у нас идут ровно. Несмотря на то, что у нас есть специальные кронштейны, в которых мы выставили зазор 3 сантиметра, уровень всё равно необходимо перепроверить, потому что кронштейны всё равно имеют небольшую погрешность. Что касается обрешётки. Обрешётка у нас может быть и деревянной, и металлической. В принципе, нам большой разницы нету, какую обрешётку делать. Это уже выбирает непосредственно сам заказчик по своему бюджету. В данном случае на этом доме обрешётка уже была сделана. Здесь мы монтируем только фиброцементный сайдинг кедрал. Максимальное расстояние от доски до доски по центрам должно быть не более 60 сантиметров. Здесь вот у нас где-то чаще обрешётка идёт, где-то она чуть реже идёт, но шаг обрешётки по центрам у нас не превышает 60 сантиметров. Если у вас нету возможности приобрести специальные кронштейны для монтажа фиброцементного сайдинга, то их можно изготовить самостоятельно. Можно взять стальную линейку или какой-то стальной кусок металла, отмерить расстояние 16 сантиметров, сделать вот такой вот, приварить уголок, в который будет опускаться кедрал, а с края приварить ещё небольшой кусочек металла и загнуть его на 90 градусов в сторону. Таким образом мы будем при монтаже цепляться за нижнюю панель. Сюда панель будет опускаться. Здесь мы прикручиваем саморезами для того, чтобы этот кронштейн туда-сюда не ходил. Вот. И таким образом происходит у нас монтаж сайдинга кедрал. Для изготовления оконных отливов мы будем использовать вот такой вот металл в рулоне. Это у нас полиэстер толщиной 0,5 мм. Он у нас идёт уже в плёнке. Основная ширина отливов у нас будет 1,40 мм. Поэтому мы с запасом сейчас будем отрезать длину 1,60 м. 20 сантиметров мы оставляем запас для ушей. И дальше уже будем замерять конкретно ширину отлива, делать разметку, вырезать и загибать его прямо здесь вот на этом верстаке. Отмечаем длину 1,60 м с двух сторон. Дальше чертим линию. И дальше начинаем отрезать по этой линии ножницами. Дальше с двух сторон мы начинаем замерять ширину откоса и видим, что у нас ширина 135 мм. С одной стороны и то же самое надо сделать с другой. То же самое? В общей сложности у нас получается 22,5 см. 13,5 см у нас ширина откоса. Два с половиной мы добавляем на толщину кедрала. Два сантиметра вверх, три сантиметра вниз и полтора вовнутрь. Для изготовления оконных отливов мы будем использовать вот такой вот ручной листогиб. А по-другому его еще называют бендер, фирма Вука. Значит, мы берем, выставляем отметку полтора сантиметра. Закручиваем барашки. Вставляем наш станок в отлив и начинаем простыми движениями влево-вправо ломать его по линии. Когда мы делаем движение вправо-влево, мы одновременно отлив поднимаем кверху, для того, чтобы вот эту кромку, которая у нас полтора сантиметровая, она поднималась наверх. Таким вот образом мы делаем первый наш гиб. После того, как мы загнули нашу кромку, мы берем струбцины, прижимаем струбцинами наш отлив. Соответственно, прокладываем брусок для того, чтобы не помять отлив. И киянкой начинаем загибать в обратную сторону на 180 градусов получается. Аккуратно загиб. И начинаем загибать до конца. Супер идеально нам не нужно, потому что это загиб в обратную сторону. После того, как мы загнули в трех местах, соответственно, загиб вовнутрь, 3 сантиметра, полтора или два сантиметра, вот это место у нас обычно идет, у нас получается вот такой вот оконный отлив. В следующем видео я покажу, как правильно нужно установить оконный отлив, как установить наличники и как установить откосы. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Желаю всем удачной стройки! Субтитры сделал DimaTorzok